Валерий Яковенко, руководитель группы компаний Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники, присоединяется к нашему эфиру. Валерий, рады видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, тут коротко, да, как вы оцените вот эту атаку, поскольку действительно называют ее одной из самых масштабных, если не самой масштабной, которую проводила Украина, да, в плане того, чтобы, ну скажем так, ликвидировать законные для нас цели на территории Российской Федерации. Это очередное доказательство, что украинское оборудование, украинское вооружение достаточно для того, чтобы поражать цели в глубоком тылу и в тылу врага. И это еще одно доказательство того, что безопасных мест на территории РФ не бывает и их нет. Речь идет о поражении военных целей и технологически Украина смогла с помощью дронов, с помощью беспилотных технологий не просто поразить цели синхронно, поразив четыре ключевых аэродрома, но и сделать это под воздействием вражеского РФ, фактически нивелируя какую-либо защиту. Это очередной раз демонстрирует определенные бахвайсы со стороны РФ, когда речь идет о том, что на самом деле все слова, которые говорятся о какой-либо военной мощи и так далее, армии номер два в Украине, на самом деле являются пшиком, и тыловые объекты являются незащищенными против такого оборудования, как украинский дрон. С одной стороны, мы начинаем говорить о том, что именно дроны поражают такого типа цели. С другой стороны, это сигнал наших партнерам, что никаких красных линий не существует, и оборудование, в том числе и далеководные ракеты, можно использовать для того, чтобы поражать цели, военные цели на территории болот. Хотелось бы еще обсудить сейчас вот этот огромнейший микс, как я понимаю, сложный микс разных дронов, как они находят это слаживание, поскольку, помимо того, что это слаживание необходимо у нас, да, на нашей территории, но еще и противник использует другие частоты, он тоже находит какие-то другие лазейки. И вот, если я не ошибаюсь, в последнее время вражеские дроны шли на такой низкой частоты, что наши рэп не уловили. Что сейчас происходит? Вот какие враг-уловки находят? Как мы с ними боремся? У нас действительно есть большой ассортимент оборудования, которое использует Украина для своей защиты, и у нас действительно огромное количество производителей, каждый из которых отличается по оборудованию, по типу используемых количеств, по типу шифровок, один от другого. На самом деле это и проблема, и нет. Проблема, потому что все это необходимо координировать, слаженно заставлять работать, делать так, чтобы это было максимально эффективно, и одно подразделение использовало все возможные инструменты и не мешало самому себе или соседним каким-то структурам. Но в то же время Украина развивается по рыночным взаимоотношениям в сфере технологий безопасности, и компании, которые здесь существуют, они создают такие прецеденты, создают такое оборудование непосредственно из-за того, что они придумывают какое-то оборудование для того, чтобы выделяться на рынке, для того, чтобы иметь преимущество, для того, чтобы быть лучше. Это постоянное развитие, это просто огромный и быстрый процесс создания всей этой экосистемы, которая позволяет Украине производить миллионы дронов в год. Если же мы говорим о РФИ, то здесь, естественно, идет постоянная борьба между дронами, против дроводронными технологиями, и точно так же, как Украина развивается, враг старается не отставать, он идет с задержкой на 4-5 месяцев позади, но при этом действительно возникают ситуации, когда используются альтернативные частоты, когда используется оборудование, которое не глушится украинским рабом. Главное, на самом деле, в этой ситуации вовремя готовы мы быть к этим моментам и вовремя гасить те устройства и те технологии, которые появляются у врага. Нужно работать немного на опережение. У Украины это получается делать. Смотрите, Валерий, далее хотел бы поговорим о том, каким результатом приводят подобные, скажем так, выходы дронов и не только на территорию Российской Федерации. Давайте еще раз подчеркнем, это касается только ликвидации законных для Украины целей. Количество рабочих стратегических бомбардировщиков Ту-22 в России с момента полномасштабного вторжения в Украину стремительно уменьшается. За 2,5 года по меньшей мере 9 бортов либо были уничтожены, либо сильно повреждены. И это одна из самых болезненных потерь российской авиации, отмечает аналитики Дефенс Экспресс. Ведь Ту-22 они производятся уже больше 30 лет, как и двигатели к ним. Единственный вариант, который Россия может использовать, это разбирать на детали законсервированные и нелетающие борта, чтобы поддержать надлежащие состояние те, которые еще могут подняться в небо. Давайте услышим вот эту историю и продолжим с вами разговор. Что касается количества у военно-космических сил Российской Федерации Ту-22М3, то речь, согласно оценкам, изложенным в Military Balance, идет примерно о 57 машинах на бумаге по состоянию на середину 2023 года. Они эксплуатируются 200-м, 52-м тяжелыми и 40-м смешанным авиаполками с базовыми аэродромами «Белая», «Шайковка» и «Оленья». Кроме того, крайне важно, что в Российской Федерации на модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить лишь до 30 самолетов. И именно эту цифру можно считать опорной. А уже от нее можно вычесть минимум две потерянные машины, а также часть поврежденных. Но в реальности гораздо больше, потому что далеко не все российские Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии. В частности, использование этих машин, которое было довольно активным на уровне 2022 года, сейчас свелось только к отдельным эпизодам. Из публикации «Дефенс Экспресс». Валерий, знаете, тут вопрос, а что будут делать, когда каннибализмом уже не смогут заниматься? Да, ну давайте просто еще раз там напомним, возможно, кто не знает, когда берут машину страдающую и берут из другой машины детали, узлы, как бы другие механизмы, да, ну, понятное дело, это вот называется таким словом каннибализм. Что будут делать, когда каннибализмом заниматься уже не смогут? Вот, и как вы считаете, да, вот в целом, да, какова ваша оценка вот такого подсчета от «Дефенс Экспресс», да, как вы на это смотрите? И, знаете, а можно ли вообще, да, вывести Российскую Федерацию к показателям, я не знаю, там, в ноль, чтобы никакой там Ту-22М, да, не смог взлетать? Вот меня, знаете, до сих пор коробит, это моя личная история, знаете, когда вот ты читаешь где-то там под 12 ночи взлет вот этих тушек из какой-то там оленьи. И вот так бы мне хотелось, Валерий, чтобы мы с вами, знаете, вышли на какой-то разговор, что вот, а уже не смогут, уже не смогут. Все это приближается, дело в том, что оборудование в процессе его эксплуатации действительно претерпевает устаревание, его необходимо поддерживать, запчасти для этого оборудования необходимо откуда-то брать, и доноров для того, чтобы это делать, их уже не так уж чтобы и много, и мы даже можем это увидеть. Количество бортов, которые возлетают во время самых массированных, по мнению врага, а так уже не такое большое количество, как это было действительно в 2022 году, и интенсивность, она абсолютно другая. Когда мы увидим, что и в результате коррупционной составляющей на болотах, которая в два раза фактически увеличивает там цифры, которые называются от реальных показателей количества бортов, и когда мы увидим результаты работы украинских военных по этим самолетам, де-факто враг не сможет использовать те крылатые ракеты, которые использовал до этого, даже если они у него будут в запасе. Ему придется использовать для этого либо другое оборудование, либо искать альтернативы, либо действительно расконсервировать еще более древнее вооружение. Мы можем увидеть все, что угодно. Мы можем увидеть самолеты 60-го года выпуска, и это абсолютно спокойно, реально можно заметить по политике врага, который он ведет. Он заваливает поле боя металлом в виде абсолютно несовременных устройств и мясом в виде просто орды солдат, жизни которых Райфия не ценит. Если же мы говорим о таких самолетах и о такой высокотехнологической технике, не стоит забывать, что именно Украина являлась центром создания высокотехнологического оборудования в Советском Союзе, и именно Украина является центром создания инноваций в высокотехнологической оборонной сфере сегодня на этой планете. Поэтому здесь мы можем говорить, что скорее у Украины появится какое-либо такое оборудование, нежели враг сможет восстановить свои силы в том оборудовании, которое претерпевает изменения и фактически уничтожает само себя каждый день. А касательно дронов, что изменилось, возможно, в Геране-2? И что известно об этой Гербере? Есть ли противодействие уже с украинской стороны, чтобы противостоять этим, так сказать, новым дронам? Эти дроны ничем не отличаются по конструктивным особенностям от тех дронов, которые уже летали на территорию Украины. Единственная особенность в том, что они стали существенно дешевле и чаще всего не выступают в роли обманок для того, чтобы перегружать систему противовоздушной обороны украинских вооруженных сил и таким образом стараться тратить дорогостоящий боезапас украинских ракет, которые должны сбивать на самом деле реальные военные цели. Тем не менее, это оборудование не стоит списывать со счетов, несмотря на то, что часто в нем не находят вообще боезапаса, оно может действительно наносить ущерб, потому что так рано или поздно оно может быть оборудовано такими боезапасом и фактическим взрывчаткой. Что важно отметить, это оборудование никогда не используется против военных целей. Ни одного шахеда, ни одной герани, ни одного гербера не было использовано против военных целей за последние два с половиной года. Все это оборудование, которое используется только для терроризма. Все эти дроны, они летят на мир на украинские города, да, все эти дроны созданы лишь для того, чтобы загонять в панику украинское население. Но мы это поборем. Валерий, благодарим. Спасибо, что присоединились. Валерий Яковенко, руководитель группы компаний Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники был с нами на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.